В Большом Актовом Зале пенсионеры и врачи собрались для встречи с Александром Ильтиковым. Главной целью визита депутата Госдумы в Госпиталь ветеранов войн стало оказание поддержки таких медицинских учреждений на уровне законодательства. Многие проблемы здравоохранения необходимо решать непосредственно на месте, отметил Александр Владимирович. Посмотреть, какие условия для лечения, для того, чтобы увидеть, какие есть перспективы, и для того, чтобы обсудить законодательные инициативы, которые могут быть полезными для всего общества России, сделать лучшее медицинское учреждение, более комфортабельные условия для находящихся здесь, конечно же, улучшить обслуживание самого человека. С пустыми руками в гости не приходят, поэтому в качестве небольшого подарка депутат подарил ветеранам радиоприемники. Теперь в каждой палате пациентов будут радовать новостные, а также познавательные и развлекательные передачи. Новости знать, чем страна живет, чем мир живет. Столько событий, мы должны быть в курсе всегда. Вот в частности у меня там есть свой маленький панасоник. Вот я просвещаю их через этот панасоник, всю палату. По мнению врачей, приемники оказались весьма кстати. После ремонта в некоторых палатах убрали розетки. Поэтому беспроводное радио – крайне нужный подарок для ветеранов. Россия всегда ставилась меценатством, а это еще раз одно доказательство, что она вспомнит о нашем учреждении, о ветеранах. То есть это большой плюс. В завершении своего дружеского визита депутат прошелся по госпиталю, осмотрел, как устроены операционные блоки и больничные палаты и пообщался с ветеранами. Оксана Савакова, Олеся Караульных, Сергей Абалмасов, информационное агентство «Курган.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова